Андрей Анатольевич, я рада вас приветствовать у нас на канале. Витаю вас, Олеся, здравствуйте всем вашим зрителям. Друзья, я представлю нашего гостя, который у нас на канале впервые, но которого очень хорошо знают, да везде уже знают. Это Андрей Анатольевич Волна, это знаменитый российский травматолог, ортопед. Вот я, когда читала о вас разные статьи, мне понравилось, как «Голос Америки» в свежем вашем интервью о вас написал. «Скромно и со вкусом. Российский травматолог и ортопед возвращают ноги украинским пациентам». И, конечно же, дальше рассказывается история о том, что вы сейчас делаете и каким образом это происходит. И мы обязательно об этом поговорим сегодня. Но я хотела бы немножко начать с вашей истории, с личной, биографической, и спросить вас, как вы встретили 24 февраля 2022 года, где вы были, что вы почувствовали и что вы дальше делали? Спасибо, Олесе, за приглашение. Спасибо за такое представление. На самом деле для меня 24 февраля – это дата, в общем-то, это все началось раньше. Дело в том, что в Украину постоянно, ну, отбросим детские годы, когда меня возили к дяде, когда меня возили к бабушке с дедушкой, давайте возьмем современность. В Украину постоянно я стал приезжать с 2008 года. Именно тогда американские коллеги пригласили меня принять участие в курсах постдипломной подготовки украинских травматологов. И с тех пор каждый год, ежегодно, а то и несколько раз в год, я приезжал в Украину к коллегам, мы готовили новое поколение травматологов, мы оперировали вместе, мы проводили и свободное время вместе. Я приезжал с одной из своих дочерей для велосипедного тура на западе Украины. Мы стали большими друзьями. И то, что произошло 24 февраля 2022 года, честно говоря, для меня это было ожидаемое событие. Потому что, я повторюсь, я приезжал в Украину каждый год, ну, за исключением вот ковидного времени, и я видел, как меняется Украина, прежде всего, как меняется украинское село по сравнению с русской деревней. Вы знаете, вам в Украине этого, может быть, не очень заметно, но тогда, когда приезжаешь извне, было видно, как постепенно, год за годом, потихонечку растет украинское село. Я видел, как растет украинская медицина, потому что, допустим, наша специальность высокотехнологичная и ресурсоемкая, травматология, ортопедия. И я помню вот эти курсы 2008 года, когда 72 человека, украинцы в зале, и Джим Хьюз, мой американский друг, спрашивает, ребята, у кого в операционной есть электронно-оптический преобразователь? А это такая штуковинка стоимостью в несколько сотен тысяч евро, без которой наши высокотехнологичные операции невозможны. И вы знаете, Олеся, поднялось две или три руки. А вот только что я вернулся, у меня кончилась виза украинская в Таллинн, чтобы получить новую визу. Я вернулся не напрямую из Киева, я вернулся через Ужгород, где мы снова проводили вот такие же курсы для следующего поколения травматологов. И когда спросили, ребята, а у кого из вас нет электронно-оптических преобразователей? Вы знаете, не поднялось ни одной руки у всех. Они есть в операционной. То есть я видел, как растет Украина. И я много ездил по России, я видел, как деградирует Россия. Я не говорю о мегаполисах, о тех городах, где скапливаются дурные деньги. Это Москва, Санкт-Петербург, Самара, Новосибирск. Нет, я говорю о небольших российских городах и деревнях. Именно о тех местах, откуда сегодня путинское воинство в таких больших кавычках рекрутируется. Я видел, как это все падает, погружается в нищету. И умом я понимал, что он начнет войну. Сердце мое, душа моя, уж простите, это не пафос, но так оно и есть. Вот на этом уровне я не принимал того, что произошло, но было понятно, что это начнется. 24-го я очень хорошо помню тот день. Я проснулся рано. Вообще мы, врачи, поднимаемся рано. Рабочий день, работа в операционной начинается рано. Я проснулся около пяти утра, и я включил телевизор как таковой, вот именно не как YouTube, а как телевизор. У меня в семье давным-давно работал только для каких-то спортивных программ и детских передач. И тут я включил, и выступает Путин. И говорит о начале того, что они назвали специальной военной операцией. Я заглядываю в Телеграм, бомбят Одессу. Я звоню своему другу в Киев, доктору замечательному Петру Витальевичу Никитинову, и я говорю, Петя, что у вас? Он говорит, Андрей, под окном, а он живет в Бучанском районе, сплошным потоком идет военная техника, идет граница. Андрей, похоже, началось, и в это время как бы... И он говорит, вот я слышу, да, взрывы, Андрей, началось, я в клинику поехал, и все, вот так я это понял. Когда я пришел на работу, у меня... Мы с пациентами же не разговариваем на политические темы. В любом случае, человек, который приходит к врачу, должен, имеет право лечиться, и должен лечиться, а не говорить с врачом о политике. Но у меня была пациентка, политическая позиция, которая мне была известна, и моя политическая позиция ей была известна. Это было тяжело обсудить то, что произошло. И с коллегами мы обсудили, но с тех пор, ну, мне неудобно говорить, потому что я понимаю, что меня смотрят и в Украине, и я понимаю, насколько глубоко изменилась ваша жизнь, дорогие друзья. Я знаю, сколько погибло людей, и как это не сравнить, вы под бомбами, под ракетами, и я знаю, что это такое из своих поездок в Украину, но и моя жизнь с того времени, с того дня изменилась кардинально. Когда пришла жена с работы, она врач, не иерохирург, но Вера работала в государственной больнице, мы включили YouTube для того, чтобы одну из программ, которая вела круглосуточное вещание, ну, я имею в виду нормальную международную программу, и мы поняли, что нам и молчать нельзя, и оставаться нельзя. На следующий день я записал антивоенное обращение, оно широко разошлось в сетях. Моя жена выступала против войны. Ну, и в конце концов, конечно же, мы были, мы уехали из-за того, что начались преследования, из-за того, что нам нужно приехать в Украину. В этот момент мы, вот, ну, как бы, я так чувствую, что я должен быть в Украине, и с первых вот этих дней я это почувствовал, потому что, ну, я не религиозный человек, вот, мои друзья в Украине, многие верующие, я нет, но я так чувствую, потому что в своем поколении я первый, кто родился за пределами территории современной Украины, я как бы чувствую, что мои предки, они смотрят на меня. Ну, предки – это одно, дети – это другое, они же потом меня спросят, папа, а что ты делал в те дни? Писал посты в Фейсбуке, да, записывал обращения? Мне кажется, этого маловато. Вот так мы оказались в Эстонии, через полгода Эстония предоставила моей семье международную защиту, то есть статус политических беженцев. Мне сказали, что в Россию мне возвращаться нельзя, потому что, ну, ждет меня там только тюрьма, больше ничего, но это открыло мне дорогу к поездкам в Украину после получения новых документов. Да, это было не сразу же, прошло несколько месяцев, были отказы, но тем не менее я получил визу и приехал в Украину для того, чтобы помогать моим друзьям на медицинском фронте бороться с русской агрессией. Я именно вот так это для себя формулирую. Олег простите за такой пространный ответ на ваш вроде бы очень простой вопрос, но в этом вопросе вся моя жизнь не до того и после того. за мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Андрей Анатольевич, вот тоже сейчас такие конкретные простые бытовые вопросы вам задам. Скажите, пожалуйста, вы ведь в Москве жили, в Подмосковье руководили клиникой. Я так понимаю, что клиника была современная, новая, оборудованная по последнему слову техники. То есть наверняка не бедная жизнь, а как-то нормально вы себя чувствовали, жена, уважаемый, тоже специалист, доктор, трое детей. И, собственно говоря, чего можно еще желать? То есть все хорошо, да? Скажите, пожалуйста, вот когда вы принимали для себя это решение, которое… То есть мы решение не принимали, понимаете? То есть когда на нас бомбы полетели, у нас других вариантов, кроме как бороться, не было ни у кого. Ну как вы принимали, вы не сдались, вы не сдались, вы боролись. Мы решение не принимали, потому что у нас, кроме как бороться, потому что это наша земля, это наш дом, наше родное все, у нас других вариантов не было. А вы все-таки могли решение принимать, и, собственно говоря, на примере миллионов и миллионов ваших соотечественников мы видим, что если бы они сделали так, как вы, то война бы уже давно закончилась или вообще не началась, потому что, к сожалению, к большому сожалению, вы в меньшинстве, которое даже, я не знаю, как посчитать его правильно. Так вот, скажите, пожалуйста, когда вы принимали решение оставить всё то, что вы всю жизнь строили, зарабатывали, наживали, для детей своих как-то планировали дальше будущее, а что именно вы оставили? То есть вот что было? Клиника, какая позиция была? Недвижимость? Ведь я так понимаю, что и недвижимость, то, что у вас было, вам пришлось оставить. То есть куда вы переехали? Есть ли вам где сейчас жить? Вы правильно сказали про клинику, которую я оставил. Я там руководил травматологией и ортопедией. Это была не просто высокотехнологичная и хорошо оснащённая клиника. Дело в том, что я присоединился к команде этой клиники на том этапе, когда можно было говорить об оснащении. И в травматологии клиника была оснащена самым современным оборудованием, тем, которое мне и моим друзьям было нужно для того, чтобы полностью реализовать себя в профессии. Более того, я имел счастливую возможность подобрать команду полностью. Ни один человек, ни один врач не был мне навязан. Я подобрал именно ту команду, с которыми тех людей, с которыми я готов был работать и с которыми я счастливо работал несколько лет. Если говорить о... Да, мы жили... Мы переехали в Подмосковье. Это, знаете, вот так же, когда я был в Буче, я увидел вот примерно ту же тенденцию, да, вот такой городок, почти курортный, и видно, что там есть старые дома, совсем старые, тех жителей, которые там жили давно. Там есть многоэтажки, в эти многоэтажки переезжают люди, которые хотят быть ближе к столице, но которые не могут пока по определенным условиям материальным жить в столице. И там есть совершенно современные дома, которые принадлежат людям, которым уже надоело жить в столице, и они попытались, сохраняя работу в столице, немножко выбраться за город. Вот так же жили мы, и клиника была рядом, я ходил пешком в нее. Для Москвы, это ближайшего Подмосковья, это совершенно необычно. Когда в Эстонии обсуждают, что заработная плата президента 8 тысяч евро в месяц велика, то у меня возникает улыбка, потому что у меня была другая заработная плата, как бы выше, чем у президента Эстонии. И именно это... Вы были круче, чем президент Эстонии. В этом плане да. Надо сказать, что президент Эстонии, это Эстония парламентская республика и президент Эстонии номинальная фигура. Но номинальная очень уважаемая и очень правильный человек. Вот, тем не менее, именно за счет этого, да, это все пришлось оставить. И то место, где мы жили, и то место, где мы работали, вот, мы погрузились в машину с детьми и уехали на эстонскую границу, но некий, некая финансовая подушка, которая была на то время, позволила нам жить не в центре для беженцев, а арендовать достаточно скромное, но жилье в Эстонии. И я очень благодарен этой стране за то, что они отнеслись к моей семье. По-человечески это мягко выражаясь, мои дочки ходят в школу в эстонскую, старшая, младшая ходит в детский садик. Когда мы с ней играем в шахматы с младшей, ей 6 лет, вот, и она неизбежно проигрывает, мы договорились, что сегодня вечером мы будем играть без, я буду играть без ферзя. Вот, она начинает что-то говорить на эстонском языке, а дочки, которые постарше, которые учатся в эстонской школе, и все понимают, они ей говорят, Лена, не ругайся, не ругайся на папу. То есть, мы очень благодарны за это эстонии, но мы с супругой себя по-другому видим. Если нам повезет, и если Украина примет нас, мы не видим себя нигде, кроме Украины. и мои друзья, многие нам говорят, что вам что, не нравится Эстония, Эстония чудесна, она абсолютно чистая, она безопасная, первоклассники тут сами ходят в школу, сами ездят на общественном транспорте, если как бы это будет нужно, но такой уровень безопасности я не встречал нигде, хотя я много где бывал. Такого отношения к природе, как в Эстонии, ну может быть в Швейцарии только где преподаю, но может быть нам очень нравится Эстония, но нам бы хотелось приехать в Украину еще до того, как наши дети приобретут эстонскую идентичность, нам бы хотелось, чтобы наша семья вернулась к корням, вернулась к украинской идентичности, но это не только от нас зависит, мы делаем все, что возможно. Посмотрим. То есть вы сейчас уже предприняли какие-то юридические шаги в этом направлении, чтобы можно было переехать сюда, я правильно понимаю? Все юридические шаги уже сделаны давным-давно, они сделаны еще до начала широкомасштабной агрессии, но лень вот это вот, знаете, когда у тебя все хорошо и на работе, у тебя подготовлены все документы, которые позволяли по закону от 2000 года легализоваться абсолютно нормально, но вот еще месяцок, еще чуть-чуть, и тут так, нам же еще хирургам очень интересно пациенты, вот, это же не маленькие операции, иногда это многоэтапные вещи, вот здесь закончим, вот здесь, и все время мы с Верой, с супругой себя отговаривали, ну, как бы, ну, вот, да, и вот потом, да, и началась широкомасштабная агрессия, после этого законы изменились, естественно, и сегодня мы под каким статусом мы бы не находились с семьей, мы все равно являемся гражданами страны-агрессора, мы это понимаем, поэтому очень надеемся на снисходительное отношение Украины, и все для этого делаем, что необходимо с юридической точки зрения, да, мне кажется, их человеческой стараемся. Андрей Анатольевич, скажите, пожалуйста, вот за этот период какое количество украинских пациентов, воинов украинских, которые пострадали на фронте вот российской агрессии, вы уже прооперировали, и какие это операции в основном? Вы знаете, я, конкретный вопрос, но я все равно зайду чуть-чуть с другой стороны. Вот, я уже говорил о том, что в Украине я на курсах постдипломной подготовки с 2008 года, и за это время я просчитал, что разные мероприятия в рамках вот постдипломной подготовки травматологов-ортопедов, их прошло 23 с моим участием, то есть через мои руки прошли не сотни пациентов, а около двух с половиной тысяч украинских травматологов. Если каждый из них, из этих ребят, а я уверен, что каждый и больше, чем 10 человек, ну хотя бы 10 раненых вылечен, основываясь на современных западных технологиях и знаниях полученных, то это будет уже 25 тысяч раненых, то есть 2,5 тысячи коллег, умножим на 10, хотя бы 10, это будет 25 тысяч. Вот это серьезные цифры. И я горжусь не тем, нет, то, что я приезжаю, это мой долг уж, простите, как я его понимаю, но я горжусь не тем, что я приезжаю, а я горжусь тем, что я приезжал, и что травматология Украины оказалась готовой к войне. Мы не готовили украинских травматологов к войне, мы готовили их к мирной жизни, но так получилось, что сегодня травматология в Украине это специальность номер один, и вот там есть, пусть маленькая, но толика моего труда, вот это очень важно. Ну, а то, что мы с коллегами прооперировали десятки раненых вместе в составе хирургической бригады, в которой я работал, да, это так. То, что мы обсуждаем многое, и то, что мы обсудили и внедрили, это помогает лечить раненых, это однозначно. Нужно понимать, что я работаю не в военно-полевом госпитале, в смысле, не в прифронтовом. К нам поступают пациенты, у которых уже спасены конечности, но это конечности нефункциональные, неработоспособные, это конечности с большими костными дефектами. Что это значит? Вот коленочка, вот голеностоп, между ними мягкие ткани и кость, мягкие ткани есть, а кость все вынесло взрывом. Мы занимаемся восстановлением кости при минно-взрывной хранения. И вот в головном госпитале военном, одном из головных госпиталей, такой госпиталь не один в Украине, больше 90% это пациенты не с огнестрельными, а именно с минно-взрывными ранениями, с тяжелейшими травмами там, где преобладают дефекты кости. То есть, еще раз подчеркну, там, где нужно было ампутировать сразу же, там, допустим, оторвало стопу, там, ребята, ампутируют на передовой, но в прифронтовой госпитале. А к нам поступают там, где не надо было ампутировать, но это та нога, на которой ходить невозможно. Или та рука, которой пользоваться невозможно. Вот этим мы занимаемся с украинскими коллегами вместе. Миновзрывные ранения и их ближайшие последствия. Друзья, в том числе благодаря интернет-магазину «Гордоншоп» мы уже закупили для фронта около ста дронов DJI Mavic 3Flymore Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин «Гордоншоп» это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты птичьего молока «Гордон» в шоколаде, и носки, и зефир «Гордон», и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики «Береги кадык», и даже вот такие подушки. Много чего, что связано со мной. Приходите в «Гордоншоп», покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. У вас применяется уникальная методология по выращиванию новых костей. А вот если простым языком для зрителей объяснить, что вы делаете? Уникальности я имею в виду, что это абсолютно новое, придуманное украинскими травматологами с моим, допустим, участием. Нет. Нет и не так. Уникальность заключается в том, что наше образование и наше знание помогают, позволяют нам использовать комбинацию всех известных в мире методик в приложении к данному конкретному случаю, к данному конкретному раненому. Например, в западных странах технологии Елизарова не очень известны, хотя это технологии, которые позволяют выращивать кость, а в украинской травматологии вот то немного полезное из советского образовательного базиса это осталось. на этом базисе мы внедряем новое, мы внедряем внутреннюю фиксацию, которая тоже есть на западе и которая есть в Украине и выращивание кости в комбинации всех этих методов. В итоге нам у нас получается в тех случаях, когда большие костные дефекты, а там еще обязательно до этого была инфекция, нам удается вырастить кость, комбинируя старые традиционные постсоветские методики и современные новые. Если применишь только новые современные, не получится и на этом уже обжигались, потому что там была инфекция и это все воспалится и это все исчезнет. А если ты комбинируешь, не срабатывает одно, срабатывает другое. Одно помогает второму. И вот сейчас у нас была большая встреча с лидерами украинской травматологии, мы это обсуждали, мы все время в контакте с западными, ну с западными, это совсем западными коллегами, это Польша, это Дания, это США, это Германия, и мы видим, что опыт украинский вот сейчас, он уникальный, абсолютно, потому что такое количество миновзрывных ранений, да, где-то оно есть, наверное, в Йемене, там в Судане, там не было и нет медицины, там сразу же отрезают ноги. Опыт, который есть в западных армиях, прежде всего там, где миротворческие силы ООН или американцы, там нет столько миновзрывных артиллерийских повреждений, а в Украине, на жаль, к сожалению, есть громадный опыт медицинский, высокий уровень медицинской помощи, который в травматологии только вырос с начала войны, и большое количество миновзрывных повреждений, это обязательно будет проанализировано, но только сначала надо нам победить. Скажите, пожалуйста, а вот если говорить о историях пациентов, которые вас потрясли, вот что вы можете вспомнить, буквально, ну, несколько историй, расскажите. А вы знаете, вот это потрясение, оно может быть с медицинской точки зрения и с общечеловеческой. Я оставлю за скобками медицинские аспекты, потому что они, поверьте, больше интересны профессионалам. Там величина дефектов, скорость замещения, как быстро созревает регенерат, что можно, как можно стимулировать регенерат, это неинтересно будет ни вам, ни нашим с вами зрителям. Человеческие истории. Вот один из пациентов, которым мы занимались, он из Одесской области, оттуда же, откуда мой папа, из области, где я проводил свое детство. Когда он попал на фронт, там началась перестрелка, вот это вот боевое соприкосновение, как это говорят, линия боевого соприкосновения, и он получил не минно-взрывное, а тяжелейшее огнестрельное из какого-то высокоэнергетического оружия ранение бедра. И у него действительно перелом бедра, кровопотеря, и часть кости прямо вот в результате этого ранения сформировалось отверстие, куда вылетела эта часть кости. Он наложил себе жгут, вел себе обезболивающее, а в это время линия боевого соприкосновения, она сдвинулась в сторону, чуть-чуть украинские войска отошли, и туда пришли русские. А он лежал в посадке. Слава Богу, это было в зеленое время года. Он говорит, я опустил жгут, потому что было очень больно, и я понимаю, что россияне рядом, но, наверное, он говорит, к счастью, я потерял сознание. Дальше я ничего не помню, потому что может быть, если бы он подавал признаки жизни, этого Сергея бы уже и не было вместе с нами. Я, не знаю, когда очнулся, у меня была вода, я попил воды, я продолжаю лежать, в это время линия опять двигается, и я слышу, что говорят украинцы рядом, потому что или на украинском, или с украинским произношением, но у меня такая слабость, что я не могу подать им сигнал, ребята, я здесь, заберите меня. Я попил воды и снова потерял сознание. И так продолжалось семь суток. Семь суток парень был в лесопосадке на линии боевого соприкосновения, а линия заходила в одну сторону и в другую. Сколько раз он мог быть убит одному богу известно, но к счастью, в конце концов, в очередной раз, когда россиян оттесняли на него, наткнулись украинцы и увидели, что он живой, и его эвакуировали. И сейчас у него очень хорошее, там лечение год заняло. Лечение заняло год, потому что сохранили ему ногу. Если бы ампутировали, это было бы быстрее, но это чужая нога. И сейчас у него все шансы на том, что функция вернется. Вот такие вот истории, и она не одна такая история, а последний наш, для меня последний, как бы я имею ввиду, в этом списке перед моим отъездом, парень, который выжил единственным, там какой-то снаряд попал, боевую машину пехота, я не знаю правильно, как это называется, в общем, не танк, а машина, на которой передвигается пехота. Он один смог выбраться из этой машины, обгоревший весь, с тяжелым переломом голени, с ранами, на всем теле, в общем, это был, я прошу прощения, но обгоревший кусок мяса, по сути дела. Но это был живой человек. И через несколько месяцев он прошел все этапы, которые позволили не просто сохранить ему жизнь, а попытаться восстановить ногу. Там не будет полной функции, но она будет работать все равно в сто раз лучше, чем самый современный, самый лучший экзопротез, вот это вот чем протезирует. Вот такие истории они запоминаются. Николай Азовец, ведь путинская пропаганда говорит, что азовцы это нацисты, там украинцы нацисты, а уж азовцы это какая-то квинтэссенция нацизма. Мы говорили на русском языке, у него хороший русский язык, вот допустим в Киеве он часто чище, чем в Москве. Да, немножко другое произношение, но язык чистый, несмотря на то, что сейчас все переходят на украинский и правильно делают. Так вот, я говорю, можно с тобой говорить на русском языке? Он говорит, да, конечно, я же из Запорожской области, и в моей семье мы говорили российскую новую, я, говорит, начал учить украинский только в 2014, когда началась война, вот тогда аннексия Крыма, развязывание войны на юго-востоке Украины, и вот тогда я по-серьезному уже там вот начал изучать украинский язык, но все равно мы дома разговаривали на русском языке. И, говорит, когда я пошел, и когда я был в Мариуполе, и его ранили, и он был вот в этом знаменитом госпитале в катакомбах под Азов-Сталью, и он попал в плен, этот парень, и он выжил в плену, и он вернулся, там было множество операций, осталось только доведение до ума, когда он приходит, там есть некоторые проблемы, они решаются, как бы он уходит снова, так он опять служит. Если не на передовой, он не может, ну, по физическим кондициям, он служит в одном из аэропортов в Киеве, ну, не могу называть, как бы, наверное, не нужно, это не имеет значения, но вы все знаете, по пальцам одной руки можно перечитать, и таких много, понимаете, вот это для меня, для раненых, все люди разные, это понятно, но часто бывает шоком, он говорит, а когда я смогу вернуться, мы ему говорим, слушай, парень, но у тебя, мы сохранили ногу, но у тебя серьезное повреждение, инвалидизирующее повреждение, у тебя там, допустим, не работает голеностоп, его пришлось замкнуть, потому что там была инфекция, тебе на передовую, он говорит, что, подождите, что значит нельзя на передовую, и, как правило, перечисляется, вот тот остался, вот этого убили, а я что, а за мой город, а кто, а я должен, а кто за Мелитополь, я из Мелитополя, кто будет воевать за Мелитополь, я должен, вот это вот, это поражает, это поражает, насколько эти молодые люди, как правило, молодые, ну для меня молодые, до 40 лет, есть совсем мальчишки, насколько они хотят вернуться для того, чтобы сделать то, что они не доделали, вот это поражает, если вы говорите и спрашиваете о человеческих историях, очень человечная это медицина военного времени. Андрей Анатольевич, вот слушаю вас и думаю, вот как вы считаете, почему ваши соотечественники, ну сейчас уже бывшие, конечно, почему россияне в массе своей не поступают, не поступили так, как вы, почему у них нет совести, у них нет мозгов в конце концов, потому что они же и своё будущее на кладбище вместе с Путиным отправляют тоже, вот что это, как это назвать, вот объясните мне. Ну, есть в России светлые люди, но их мало, вы правы, но я не знаю сколько, но настолько мало, чтобы быть неспособными свергнуть этот режим и эту власть, высказать своё недовольство, как это было в Украине во время Первого Майдана и во время Евромайдана. нет стольких. Это так. Тут много факторов. Наверное, и пропаганда, хотя пропаганда ложится хорошо на то поле, которое хочет её услышать, если пользоваться метафорами. Наверное, это и... Вот многие много говорят о российской имперскости, и в этом я бы не хотел ходить во времена расхождения позиции Александра Невского и Данилы Галицкого, но что-то в этом есть, ведь, смотрите, все страны бывшего союза восприняли дезинтеграцию, распад союза, как путь к свободе. Да, конечно. Не у всех удалось воспользоваться этой, не всем удалось воспользоваться, да, в странах Центральной Азии, там, ну, там, в некоторых очень плохо со свободой, но у всех был шанс, но только Россия по большому счёту распад Советского Союза восприняла как некую трагедию. Не каждый человек, но в целом, я обобщаю, но всякое обобщение страдает, но в целом, если так, то россияне восприняли дезинтеграцию Советского Союза не как то, что пал коммунистический режим, не то, что открылся путь к свободе, а то, что очень как бы неприятное произошло с той страной, которую они называли своей родиной, не место, где ты родился, а вот эти необъятные просторы, в которых ты никогда не бывал, в которых ты никогда не будешь. Плюс ещё одно есть. Вот почему именно с Украиной так получилось развить такую ненависть? Ведь они пытались, они пытались, я помню, шестой, седьмой год, это бронзовый солдат, это в странах Балтии, в Эстонии как раз, это происходило, вот эти пляски вокруг памятника, которые нужно перенести из одного места в другое, это теперь мы знаем, что это была мощнейшая, первая ещё такая спланированная информационная атака на независимую страну, но в России как-то вот развить эту такую вот подноготную ненависть к странам Балтии не получилось, но они такие, они как бы всегда были как бы немножко иностранцы, они вот как бы их взяли, они ушли, бог с ними, сами приползут, но ненависти не было, не было ненависти, и несмотря на вот эту вот страшную недельную войну 2008 года Грузии тоже, да, там что-то было, но Грузии, ну как, фильмы, кино, как бы, да, кикобидзе, господи, мемино, там на это многие выросли, а вот к украинцам развить ненависть получилось, и вот эта украинофобия, это именно то, что присуще многим россиянам, даже россиянам вроде бы как демократически настроенным и либерально настроенным, понимаете, для них, для многих украинец это вот такой вот человек, очень близкий, очень вроде бы близкий по духу, по культуре, но вот он говорит на каком-то языке таком, немножко как бы русский, исковерканный, вот, мы, конечно, не понимаем, что он говорит, но как-то это очень вот смешно, потом вот у него может быть вот здесь вот такой вот чу поселедец, да, потом он должен борщ есть, обязательно сало много, вот, весь тот, весь тот бред с Глише, который они несли у себя, да, на пропагандистских каналах. То есть, он же лег хорошо на душу россиянина именно благодаря вот этой вот украинофобии, которая постучалась откуда-то из глубины веков и которую Путин очень здорово нащупал, расчесал, и вот эта вот ненависть, она действительно есть, это уже не фашизм, то, что сейчас происходит в России, это даже элементы нацизма, причем нацизма ориентированного именно на украинцев. Ну, конечно, это то, что делает сейчас Путин и российский режим с людьми, которые ему помогают, это чистый геноцид по отношению к Украине, тут даже вопросов быть не может. И я вот спрашивал, ведь многие россияне, которые предпочитают находиться в бездействии, но предпочитают оправдывать свое бездействие, они же говорят, да, нас не бомбят, но нас точно так же оккупировал Путин, как и часть Украины. Я говорю, стоп-стоп, ребята, давайте как бы разберемся. Если вы под оккупацией, окей, я это принимаю, 20 лет продолжалась больше вот эта оккупация, вы под оккупацией, хорошо. Сейчас в составе Збройных сил Украины есть несколько национальных российских батальонов. Вы готовы их поддерживать? Вы готовы поддерживать Збройные силы Украины? Хорошо, даже без русских батальонов, вы там почему-то считаете всех нацистами, как будто как бы интеллигент возьмет автомат и сможет бороться с путинским режимом, с автоматом Калашников. Хорошо, вот Збройные силы Украины, реально борются с оккупантом. Вы считаете, что оккупант один и тот же. Вы готовы поддержать Збройные силы Украины? Вы уехали. У вас в России ничего больше нет. Вы готовы это? Нет, мы не готовы. Я говорю, так вас все-таки, вас оккупировали или все-таки не оккупировали? Или представим гипотетическую картину, я прошу извинения перед всеми украинцами, я понимаю, что Украине совершенно не нужно освобождать от путинского режима Россию, но вот гипотетически, представьте, Украина вышла на границы 91-го года и коалиционные силы европейские решили сбросить путинский режим. И в ваш город входят эти коалиционные силы. И первыми идет именно украинский батальон. Вы готовы встречать своих освободителей с цветами? Нет? А почему нет? Потому что это Украина? Потому что, наверное, вас все-таки не оккупировали? Ну, в общем, много вот такого вот, что расчесано, начесано и проснулось в россиянах, но это ни в коей мере их, нас, я говорю, держателей российских паспортов, не оправдывает. Это есть. Это так. За мной Майдан. За мной Крещатик. Главная улица Киева, столица независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира. А еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Андрей Анатольевич, я смотрела кадры с похорон Навального. Он настолько не похож на себя. Вот просто если бы я не знала, я бы не узнала. Я у вас как у доктора хочу спросить, вот как вы считаете, отчего он умер? То есть вот как его убили? Я знаю, что в Украине неоднозначное отношение теперь уже к покойному Алексею Навальному. Я подтверждаю, что высказывания по национальным вопросам никогда не были сильной стороной Алексея, хотя некоторые из них были эти высказывания специально раздуты теми людьми, которые считают себя либералами в России. Но украинцы естественно имеют собственное мнение и должны и ну это часть суверенитета и нет никаких вопросов. Для меня Алексей Навальный был героем и остается героем, потому что он не боялся. Спрашивают почему он вернулся и зачем он вернулся. Немного отличаются эти вопросы. Почему это больше оттуда из глубин вот там, где лежит совесть человека. Вот говорят, он не мог поступить по-другому, а он же еще и верующий был человек, глубоко верующий. И я считаю, что он действительно не мог поступить по-другому, просто он столько призывал людей к борьбе с этим режимом, что совесть ему не позволяла. А вот зачем здесь ответ должен быть более-менее реалистичным. Я думаю, что он понимал, что находясь за границами России, он не может говорить «я не боюсь и вы не бойтесь». А это вот единственное, даже его письма из тюрьмы, эти заметки, о чем бы они ни были, они всегда были достаточно веселыми. Человек писал из карцера, о веселых вещах. Человек шутил, почему? Потому что там везде сквозило «я не боюсь, так и вы же не бойтесь». И он имел на это право, только находясь в России. Его убили, это однозначно, политически это убийство. Оно было растянуто во времени. Существовал ли там какой-то пусковой момент, то есть вот именно, что что-то сделали, вывели на мороз, дали яд очередной, я не знаю. И это только будут спекуляциями с моей стороны на эту тему, потому что мало у нас информации, но это убийство однозначно. Ну, а то, что Леха не похож на себя, ну, люди меняются после смерти. Говорят, что даже портреты их меняются. А издевались над ним три года. Я напомню, что он вернулся еще до начала широкомасштабной агрессии. Зачем вернулся? Вот именно затем, чтобы сказать, я не боюсь и вы не бойтесь. Но нас в России оказалось слишком мало тех, кто услышал. Как у доктора у вас, спрошу, сколько Путину еще осталось? к сожалению, он вполне может пережить меня и, может быть, многих из наших зрителей. Нет ничего, чтобы указывало на то, что у этого субъекта, как его называют отдельные украинские политики. Михаил Подоляк и они правы, потому что назвать его президентом язык не поворачивается, он давно нелегитимен. Никаких нет оснований говорить о том, что у этого субъекта есть какие-то серьезные проблемы со здоровьем. Более того, когда, по-моему, The Insider расследовал, что там группы врачей за ним ездят, ну, ничего там совершенно необычного не было. достаточно было одного семейного врача, но он же никому не верит, поэтому то, что там ездит 15 человек с ним, это не потому, что у него 15 смертельных болезней, а потому, что у него нет ни одной, но он не верит ни одному из врачей, поэтому их должна быть целая куча, чтобы они там, чтобы он не боялся, чтобы это было всегда какое-то коллективное мнение. Поэтому я не могу в этом плане вселить какой-то оптимизм в вас, моих украинских друзей, в наших с вами зрителей, не могу я вселить оптимизм. Здоров он и вся надежда только на вооруженное сопротивление. Пока, во всяком случае. Андрей Анатольевич, скажите, вот вы можете назвать имя человека внутри России или за пределами России, который был бы хорошим президентом России? Я бы не осмелился сделать это сейчас, поскольку временем со времени смерти человека, который хотел превратить Россию из президентской республики в парламентскую и со времени смерти Алексея Навального прошло слишком мало времени. Путин убил хорошего президента Бориса Немцова 9 лет назад. Это правда. Убил замечательный. Да. Алексей Навальный, я уверен, он смог бы перенастроить Россию с президентской формы правления, которая категорически противопоказана на парламентскую, хотя, наверное, сейчас это уже не актуально, поскольку что-то на этой территории останется, но я имею в виду, что империя должна быть разрушена до конца, империя оказывается нежизнеспособной и более того, она несет смерть окружающим, поэтому она должна быть дезинтегрирована. Поэтому я бы не хотел, я знаю таких людей, но я бы не хотел из уважения Борису Немцову 9 лет убийства, которые были совсем недавно и из уважения к Алексею Навальному я бы пока не хотел называть этих имен время покажет. Я могу сказать, что этот человек, не знаю президент или нет, я скажу так, реформатор, он должен вырасти из вооруженного сопротивления путинскому режиму. Другого источника нет. Он не вырастет из той оппозиции, которая называет себя оппозицией, и спокойно живет за рубежом и говорит о том, что вот не надо донатить ЗСУ, потому что там как-то они по-разному сражаются. Нет, этот человек вырастет из вооруженного сопротивления. И, что еще немаловажно, мне кажется, что убийство Алексея Навального подвело окончательную черту перед всякими надеждами россиян на мирную, ненасильственную замену этой власти в России или в тех странах, которые сформируются на ее территории. Слишком много выгодоприобретателей оказалось всей этой войны. И режим путинский, он уже не персоналистский. Это фашистский режим, за которым стоит машина, военная машина, у которой много выгодоприобретателей. Поэтому из сопротивления вырастет этот человек, когда я не знаю. Андрей Анатольевич, вот у меня Мария Максакова, бывшая депутат Государственной Думы России, оперная певица известная, которая давно живет в Украине, давно поддерживает Украину, рассказывала о том, что по ее источникам из Кремлевской больницы, системы здравоохранения Кремлевской, она знает, что Путин давно и прочно сидит на опытах, экспериментах с генетическим материалом, в том числе со стволовыми клетками. И как ей рассказывали, что даже детей своих младших по сути, он рожал для того, чтобы иметь свою же пуповинную кровь, которую потом можно использовать вот именно в этих целях и для омоложения, и для лечения неизлечимых болезней, если верить тому, что они действительно у него есть, как говорили расследования и западных СМИ, некоторых, и, кстати, наша разведка тоже об этом говорила. Я у вас спрашиваю, какого человека, который давно работает в Москве и, собственно говоря, работал, и тоже общается с коллегами и понимает, о чём идёт речь, вот знаете ли вы и слышали ли вы что-либо об этом? Потому что, тем более, вот недавно ещё интервью дочка старшая Путина давала, которая также именно тему генетических всяких медицинских экспериментов на вакарств лоббировала. Давайте скажем так, первое, в то, что этот персонаж думает об этом и то, что он может что-то делать для этого и то, что он может верить в своё бессмертие или очень длинную жизнь, я в это верю. Я в это верю, поскольку это полностью укладывается в его мифологическое сознание и вот он же не базируется в своих решениях на какой-то логике, да, это всё вот он даже строит из себя религиозного человека, хотя это, конечно, какое-то язычество со свечками, которое устраивается со своими приближёнными. Нет, у меня нет такой информации, у меня есть друзья, которые работают и в больницах, она не одна управление делами президента Российской Федерации, я знавал прежнего руководителя этой больницы, всей сети, и меня звали на консультацию туда неоднократно, но в том, что касается взаимоотношений с Путиным, там есть отдельная группа врачей, проверенные, закрытые, и я не знаю ни о каких утечках, у меня нет никакой информации именно об этой группе, но то, что они могут вести такие вот вещи, заниматься такими вещами, парамедицинскими, в это я верю, ну, как бы там ни было, я ещё и понимаю, что медицина, уровень обследования, лечения, когда необходимо, потому что он стареет, что такое старость, старость и болезни это предмет вечной дискуссии в медицине, но это очень, ну, это вещи, которые развиваются параллельно, очень многие считают, что старость это и есть болезнь, а множество болезней, приобретаемых с возрастом, это и есть старость, сейчас где-то вот есть такой барьер, он в районе для тех людей, у которых хорошая генетика и которым хорошо помогают доктора, он в районе где-то 90 лет, опять же, очень неоптимистическая цифра, 90 лет в здравом, умнее, в хороших физических кондициях практически никому не удается пережить, если человек и переживает, то, ой, мы сейчас знаем, что в странах, где разрешена эвтаназия, многие из них просят эвтаназию, но, Олесь, это очень долго, если рассматривать в контексте того, что происходит с Украиной и очень долго, как развивается эта война. Андрей Анатольевич, я вот вас тогда еще конкретно по вашему направлению спрошу касательно ортопедии и травматологии в контексте Путина, потому что, ну, мы же постоянно видим, то он хромает, то он ногами трясет, как-то неприродно, то он руками трясет, то он руку, как Сталин, помните, у него вообще усопшаяся какая-то рука была, то есть что-то с ней происходит. Вот с точки зрения вашего направления, да, он здоровый человек или что-то там происходит? Не все вот эти движения могут быть связаны с некими ортопедическими заболеваниями, хотя из анализа вот группы врачей, которые с ним путешествуют, там есть один парень, один доктор, вот, который известен в Москве достаточно широко, это хороший позвоночный хирург, и даже есть какая-то информация, что в Сочи и в Краснодаре есть очень хорошо оснащенные клиники, есть информация, что в одну из поездок там могла быть проведена какая-то инвазивная манипуляция, я не знаю, операция это по удалению грыжи диска мини-инвазивная или это там какая-то антиабляция радиочастотная, но что-то такое могло быть сделано, потому что именно в то время этот доктор туда и путешествовал, вместе с командой путинских врачей, но мне не кажется, что скорее всего это разгадка всех этих движений, непроизвольных трясучек и так далее в неком психоэмоциональном состоянии этого персонажа, а не в ортопедической патологии, где-то это на этом уровне. Спасибо вам, Андрей Анатольевич, спасибо за это интервью, спасибо за вашу работу и я желаю вашей деятельности как можно больше, чтобы она была успешной и соответственно как можно больше максимально здоровых людей, в первую очередь сейчас воинам, наших защитников, выходило после того, как вы с ними поработаете. Еще раз дякую за все запрошения, это можливость будет с вами, с вашими зрителями, вот не знаю, как украинцами, глядачами, разом до перемоги, Алиси. Андрей Анатольевич, спасибо еще раз и слава Украине. Героям слава. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok